Ну и поговорим немножко о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нашей с вами страны. И начнем, наверное, с такого интересного, мы уже подзабыли и давно не вспоминали, план Маршала. Где он, что с ним? А его, кажется, пишут. Пишут, и причем очень тщательно, и сумма ущерба, которую наносит Российская Федерация, растет. Растет точно так же, как и ущерб, который продолжает наносить Российская Федерация нашему государству. На сегодняшний день, по оценкам западных экспертов, на восстановление Украины необходимо 411 миллиардов долларов. Об этом нам сообщает Мировой банк. Ну, очень серьезная организация, кстати, это говорит о том, что они уже считают, откуда брать... Во-первых, они четко следят за суммой ущерба. Во-вторых, я так понимаю, что, ну, Мировой банк не может остаться в стороне. И они наверняка просчитывают, где взять эти деньги и как их инвестировать в Украину. И это говорит о том, что уровень, будем так говорить, участия стран, мировых стран в восстановлении Украины будет очень большой и очень конкурентный. Если уже Мировой банк взялся подсчитывать ущерб и определять сумму инвестиций, которые необходимо вложить в восстановление Украины. Для нас, конечно, цифра запредельная, поднебесная, можно даже сказать. 2,6 годовых внутренних валовых продуктов нашего государства составляет вот эта сумма. То есть, больше, чем 2,5 ВВП, которого производила Украина, точнее, произвела Украина в 22-м году. Вот, несмотря на падение уровня производства. А вот, чтобы вы понимали динамику, да, сейчас, на сегодняшний день, Мировой банк оценивает в 411 миллиардов сумму ущерба, да. А в сентябре месяце, то есть, меньше, чем полгода назад, сумма ущерба составляла всего лишь, ну, не всего лишь, тоже огромная цифра, 349 миллиардов. То есть, за чуть меньше, чем полгода, хотя уже, наверное, да, можно сказать, за полгода, сумма ущерба увеличилась на 50, даже больше, на 52 миллиарда долларов. Вот такие вот цифры. В Турции идет предвыборная кампания полным ходом. И есть продолжение той тенденции, о которой мы говорили ранее, что Турция, наконец-то, Турция начала задумываться, а какие же товары попадают под санкции, что можно поставлять в Российскую Федерацию, а что нельзя. И, видимо, для Эрдогана, для президента Турции этот вопрос стал критическим в плане, видимо, поддержки его партии и его личной кандидатуры на выборах президента Турции. Я напомню, там двое выборов сразу происходят, два будет бюллетеня. Это по партийным голосованиям в парламент Турции и голосование за президента Турции. Так что там два в одном получается. Так вот, Таибер Джеб Эрдоган последнее время поручил правительству, ну, во-первых, составить список санкционных товаров. Наконец-то они пересмотрели все санкции, которые введены против Российской Федерации. И на основании этих санкций составили список товаров, которые запрещены для поставки в Россию турецкими компаниями. Причем запрет касается товаров иностранного происхождения. То есть перепродажа тоже не допускается. И вот президент Турции обратился к нации. Обратился, сказал, что Турция будет занимать нейтральную позицию, равноудаленную от обоих сторон конфликта. Вот так вот он подчеркнул это. И что Турция всегда будет выступать за мир, ну, это понятно, за мир во всем мире. И делать шаги для укрепления глобального мира. То же самое, как делал когда-то Советский Союз. Говорил, что мы за мир во всем мире. И тут же вводил войска в Афганистан. Примерно так. Ну, дай бог, чтобы Турция сдерживала свое слово в плане равноудаленности. И, как я сказал, мы не принимаем, не будем принимать ничью сторону конфликта. Так тогда не поставляйте санкционные товары в Российскую Федерацию. Для нас это тоже может выразиться в негативном плане. Я думаю, что такое заявление действующего президента Турции может означать прекращение поставок, допустим, тех же самых беспилотников Байрактар. Но посмотрим, как это будет выглядеть. С одной стороны. А с другой стороны, ведь Байрактар это совместная разработка уже Украины и Турции. Там есть модели, которые являются совместного производства. Поэтому, в принципе, я думаю, что это не должно коснуться тех моделей, которые являются украино-турецкими беспилотниками. Ну, и очень интересное заявление, несколько даже заявлений выступал с брифингом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. И он сказал интересное, ну, да, во-первых, он отвечал на вопросы, и был вопрос по поводу, опять же, снарядов с обедненным ураном. Боже, как это волнует Российскую Федерацию. Я уже неоднократно говорил, но приятно им я повторюсь еще раз. Дело в том, что от всех этих сердечников из обедненного урана у Российской Федерации нет противодействия. Ничего не может его остановить. Никакая броня. Поэтому они очень переживают. Дело в том, что это стопроцентное поражение бронеобъекта. То есть танки Челленджер, на том участке, где будут работать танки Челленджер, благодаря этим боеприпасам, они гарантированно, не стопроцентно, скажем так, гарантированно уничтожат все бронецели, бронированные объекты, которые будут в рядах российских войск. Поэтому в России такая истерика. Нечем защищаться. Это гарантированный проигрыш. Так вот. И Джон Кирбиус сказал, очень интересно ответил на вопрос журналиста. Он сказал, что если россияне переживают, чтобы их танки были целыми, пусть выводят их из Украины. Как и все свои войска. Сказал Джон Кирби. Боитесь за танки? Выводите. Там они в боксах, дома, в пунктах постоянной дислокации. Конечно же они будут намного целее. Ну и он добавил, что этот вид боеприпасов достаточно распространен. И используется на протяжении уже нескольких десятилетий. Я думаю, здесь речь идет о том, что Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки. Вот так прокомментировал эту новость Кирби. Также он прокомментировал ситуацию с дроном, с беспилотником, который сбила Российская Федерация. Ну то, что они его сбили, да, путем тарана, то есть контакта с беспилотником. Фактически пилот, российский пилот протаранил его. И тем самым повредил винт, и беспилотник потерял, упал в море. Так вот, также представитель Белого дома заявил, что пилот, сбивший МК-9 Риппер, в лучшем случае идиот. Вот, это дословный перевод фразы Джона Кирби. И вот цитата. Я не знаю, какой другой, никакой другой армии в мире, где других военно-воздушных сил в мире, которая бы наградила пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то я думаю, что у них есть какое-нибудь другое ее определение. Это глупо, отметил Джон Кирби. Ну, кстати, я не знаю, вот это, американцы же знают фамилию пилота. Адрес домашний, где живет, что, какие предпо... Поверьте, уже полностью, они же, вот как русские любят говорить, не забудем, не простим, да. Примерно то же самое может здесь получиться. Тем более, если вот так реагируют на сбитие ихнего беспилотника. Иран. Иран сделал заявление по итогам года. Они сказали, что Москва стала крупнейшим инвестором Ирана за прошедший год. Российская Федерация вложила в экономику Ирана 2,76 миллиарда долларов. Об этом заявил иранский министр экономики и финансов в интервью изданию Financial Times. Так что серьезное издание есть. Китай и Россия, два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними через стратегические соглашения, добавил министр финансов Ирана. Ну, видимо, у россиян очень много денег, почти больше 2,5 миллиардов, они вбухали в экономику Ирана. Видимо, некуда деньги девать. У нас новости приходят из Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Давно не было таких новостей, что мы собираемся, ну, анонсируют пока что некоторые руководящие офицеры в высшем военном командовании, анонсируют то, что в результате того, что на Бахмутском направлении вот это незаконное вооруженное формирование типа Варнера выдыхается, резервов у них нет. Мы знаем очередное заявление там Пригожина о том, что все плохо и сейчас нас всех убьют, если срочно Шойгу с Герасимовым не примут меры и не перебросят туда огромное количество резервов российских войск. Так вот, у нас анонсировали, что мы можем воспользоваться вот этой слабостью вагнеровцев и провести контрудар именно на том участке фронта, где они воюют. Как это будет выглядеть и где точно будет проводиться этот контрудар, пока еще на сегодняшний день неизвестно. Но, тем не менее, такой анонс прозвучал в средствах манцевой информации, что, возможно, мы попытаемся воспользоваться слабостью какого-либо из участков фронта, где воюют в основном представители вот этой вот оркестровой организации под названием Вагнер. Ну, а сам Пригожин разразился очередным заявлением и сказал, что все, мы собираемся и уходим в Африку. Возвращаемся в Африку и будем там в Африке воевать. Единственное, что об этом сообщает нам издание Bloomberg, но скажу так, что он продолжает, опять же, заниматься большим популизмом, делать какие-то заявления, скорее всего, которые связаны с тем, что он хочет набрать политический вес в российском истеблишменте, ну, это у него очень плохо получается. Насколько я понимаю, управление войсками осуществляется централизованно и вертикаль управления, она строгая и нерушимая, к сожалению. Мы очень хотели бы ее разрушить, раздвоить, хотя бы раздвоить, но этого не получается. Поэтому все, кто сегодня сражается в составе вооруженных сил Российской Федерации на нашей территории против нас, естественно, они подчиняются Генеральному штабу. Поэтому понимать буквально фразу, что завтра там Вагнер снимется с позиций и улетит в Африку, как этот доктор Айболит, спасать там африканские страны, нет, это не стоит. Поверьте, без разрешения, опять же, того же Герасимова, начальника Генерального штаба Российской армии, никто не даст не переместить ни одного солдата. Кстати, в качестве примера приведу вам месяц назад группа, ну я так понимаю, что рота, может быть батальон, там сказано было колонна автобусов с бойцами Вагнера, прибыла в Мариуполь. И что-то Пригожин по этому поводу ничего не говорит. Кто же командует тогда этими бойцами, которые там в этих незаконных вооруженных формированиях сегодня воюют? Видимо, все-таки Генеральный штаб был отдан приказ перебросить часть боевиков на Мелитополь для усиления обороны города Мелитополь. Они спокойно туда поехали. И как-то так это прошло мимо самого Пригожина, и он об этом скромно промолчал. Поэтому не принимайте в буквальном смысле, никуда никто не поедет без приказа или без разрешения Генерального штаба Российской Федерации. А для участия в каких-то террористических акциях или атаках в Африке, я думаю, что желающих найдут там и без Пригожина. Ну и еще парочка новостей. Это то, что президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО. Он был проголосован парламентом, оставалась подпись президента Финляндии для того, чтобы этот закон вступил в силу. Единственное, что осталось, это ратификация еще Турции. Они обещают проголосовать, ратифицировать вот эту заявку. И в принципе, как заявила пресс-служба президента Финляндии, они ожидают, что до конца года все документы будут оформлены и Финляндия станет полноценной страной НАТО. Никаких препятствий уже в принципе нет. Все остались только технические вопросы, только бюрократические вопросы бумажного оформления. Процедуры практически соблюдены все. С Швецией там немножко вопрос по-другому. Стоит, на пока еще нет согласия Турции по поводу Швеции. Есть там какие-то разногласия у них. Ну а с Финляндии в принципе вопрос решенный. Ну и как обычно на пасашок, вишенка на торте из военно-политических новостей, это то, что наш генеральный прокурор был в ГАГе, Андрей Костин. Он был в ГАГе, где подписал соглашение, соответствующее соглашение нашим генеральным прокурорам о том, что в Украине, внимание, открывается представительство Международного уголовного суда. Об этом вот сообщает нам офис генерального прокурора. Также наш генеральный прокурор призвал Международный уголовный суд осудить Путина, в том числе и заочно, если не удастся его арестовать и доставить в суд лично. Международный уголовный суд имеет такие полномочия, чтобы вынести приговор заочно, рассмотреть дело по существу и вынести приговор. Вот точно так же, как был вынесен приговор виновникам экипажу пусковой установки БУК, которая сбила малазийский Боинг рейса MH17. Единственное, что бы хотелось здесь еще услышать и увидеть, это чтобы Верховная Рада Украины тоже подсуетилась и наконец-то мы бы ратифицировали римский устав. Чтобы дало возможность Международному уголовному суду, ратификация этого устава дает возможность проводить оперативно-следственные действия на территории той страны, которая является подписантом и ратификантом римского устава. Открытие офиса это очень хорошо, но будем считать, что это первый шаг, это аванс. Теперь слово за Верховной Радой по ратификации римского устава. Вот такие военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в нашей стране и вокруг нее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok